МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Ленинградский метроном. 75 лет назад была снята блокада города на небе. Питье определяет сознание. Рейд по точкам общепита выявил ряд нарушений. Ледовое побоище. Студенты сыграли в хоккей с правительством республики. 27 января. Ленинградский день победы. С осени 1941 до конца января 1944 года город на небе находился в кольце блокады. О мужестве ленинградцев в нашей стране знает каждый. Память об их беспримерном подвиге передают из поколения в поколение. Сегодня в Республиканской детско-юношеской библиотеке молодым людям показали дневники участницы обороны Ленинграда. Здесь они рядом друг с другом. И мне это очень близко. И папа, и мама Людмила Даниловой прошли всю Отечественную войну. Иван Данилович шел с Кавказа до Германии и Чехословакии. А мама Полина Андреевна начинала с Ленинградского фронта. В домашнем архиве сотни фотографий военных и послевоенных лет. Медали и ордена. Среди самых ценных – медаль за оборону Ленинграда. Как участнику «Дороги жизни» были вручены, уже когда она ездила в Ленинград, на встречу со своими бывшими однополчанами. Туда маму Людмилы Даниловой отправили как военфельдшера. 30 километров по воде летом, зимой по льду. Ладожского озера – единственная связь Ленинграда со страной. Несколько раз военфельдшеру Полине довелось побывать и в блокадном Ленинграде. Эти воспоминания записаны в личном дневнике. Сопровождала солдат, которых забирали из нашего батальона в Ленинград. И, как всегда, собирали продукты. У кого что было для передачи родным. Это было самое тяжелое поручение. Потому что в некоторых квартирах было уже пусто. Где-то заставало умирающих людей, а порой и мертвых. Как рассказать по возвращению об этом близкому человеку? Но, несмотря на трудное положение, Ленинград без воды, без тепла, без хлеба жил. Военфельдшер Полина выхаживала эвакуированных ленинградцев. Возвращала к жизни изнеможденных голодом. В конце 43-го молодые девчонки помогали грузить баржи с продовольствием в Ленинград. Потому что все мужчины ушли на фронт. Об этом и многом другом Полина Андреевна рассказывала уже на уроках мужества. Я впервые встретилась с Полиной Андреевной на уроке мужества почти 30 лет тому назад. На сцене актового зала, битком набитого студентами техникума, на сцене стояла очень миловидная, белокурая женщина, ну, при всех регалиях, с орденами, медалями. И очень интересно и проникновенно рассказывала о своей воинской службе. Мама буквально до последних дней проводила эти уроки. И вот последний урок она должна была провести 19 февраля 2009 года. Но, к сожалению, он не состоялся. В этот день мама не стала. И вот спустя 10 лет дело мамы продолжает дочь. В Республиканской детско-юношеской библиотеке. Перед ней тоже студенты. Она вспоминает такой случай, когда уже на восточный берег в Кабону привозили эвакуированных за Ленинграда. И там штабеля грузов были с продуктами, которые должны были потом загружать и отправлять в блокадный Ленинград. Один из эвакуированных подошел к замерзшей баранине, которая была сложена штабелями. И остервенело, стал вгрызаться вот в это мерзлое мясо, буквально в кровь из ранней. Свои губы его еле-еле отодрали от этого. Паек блокадников был ничтожно мал. 250 граммов хлеба на одного человека на один день. И чем дольше шла блокада, тем меньше он становился. Бывали дни, когда и вовсе не выдавали ни крошки. Меня очень впечатлило то, что ленинградцы выживали на один кусок 250-граммового хлеба. Со стороны кажется, что это очень много. Но учитывая то, что каждый день за ним приходилось ходить, это очень мало на один день. 900 дней с сентября 41-го по январь 44-го вошли в историю, как самые трагические дни, унесшие 800 тысяч жизней. Должна работать память наша. Потому что только на основе памяти и знаний о тех событиях можно строить свою дальнейшую жизнь правильно. Расставляя правильно акценты в сегодняшнем очень трудном мире. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Развитие рынка жилья и реализацию программы формирования комфортной городской среды обсуждали сегодня члены рабочей группы Государственного совета страны. В заседании принял участие и глава Чувашии. Благоустройство муниципалитетов и строительство доступных квартир – одна из ключевых тем послания Михаила Игнатьева. Подробности в следующем материале. Темпы строительства жилья растут, и это показал прошлый год. В 2019-м необходимо возвести больше. Такую задачу поставил глава республики. В нынешнем году будет построено не менее 670 тысяч квадратных метров жилья. Жилье должно быть доступным для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Поэтому основной задачей остается государственная поддержка различных категорий граждан. Спрос на квартиры повысился после снижения ставок ипотеки. В прошлом году кредиты на жилье в республике получили более 17 тысяч человек. Немало семей исправили новоселье и благодаря господдержке. В рамках жилищных программ из бюджетов различных уровней в прошлом году выделен 1 миллиард 600 миллионов рублей. На улучшение жилищных условий 4100 семей. Члены рабочей группы госсовета обсудили и дальнейшие планы по ликвидации аварийного жилфонда. В республике в рамках федерального проекта намерены расселить жителей более 80 домов. По расчетам на это необходим 1 миллиард 200 миллионов рублей. Благоустройство – еще одна приоритетная задача. В текущем году планируется отремонтировать не менее 140 дворовых территорий и 50 проездов к ним. До 2024 года в решении вопроса благоустройства будет вовлечено около 300 тысяч человек. Благоустроены не менее 138 общественных пространств. На первый план выходит и жилищный вопрос многодетных семей. Глава региона предложил выделять средства из федерального бюджета для строительства инфраструктуры на предоставляемых земельных участках. Механизмы реализации приоритетных программ обсудят детально члены госсовета в Кремле. Доклад президенту как раз и подготовит рабочая группа. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Андрей Шоклев, Республика. Тысячи человек в этом году получат стипендию главы республики за особую творческую устремленность. Сегодня в Театре кукол вручали свидетельства. Юлия Важенина подробнее. Самые активные студенты нашей республики. Победители олимпиад, медалисты спортивных соревнований, призеры творческих конкурсов, особенно одаренные учащиеся СУЗов и ВУЗов Чувашей. Каждый из них получил сертификат специальной стипендии главы республики. Сегодня день российского студенчества. И есть в этом празднике символизм в том, что будущее любой страны зависит от молодежи. Какая она будет креативная, какая она будет творческая. Я уверен, что молодежь Чувашья – это вы, за вами будущее, и правительство Чувашьей Республики вас верит. На торжественном вручении студенты показали самые яркие номера в трех жанрах – танцы, вокал, художественное слово. Почти 1800 молодых людей представили свои портфолио на соискании стипендий. В числе финалистов студентка химико-механического техникума Дарья Семенова. В этом году Даша открыла для себя кукольное искусство. Я рассказывала борьбу двух противоположных черт людей – доброту и зло, любовь и измену. И о том, что все эти черты есть в каждой женщине. Это хобби, но я не могу без этого жить. Все-таки думаю, как когда-нибудь поступить в театр. Елена Иванова учит детей танцевать вот уже 10 лет. До этого почти столько же занималась сама. За достижение своих воспитанников Лена и получила стипендию. Кстати, именно ее подопечные открывали торжественное мероприятие. Мне безумно нравится моя работа. Это даже больше не моя работа, это мое призвание. Получаю колоссальное удовольствие от своей работы, от своих детишек, от их достижений. В разные годы стипендию получали 13 тысяч человек. К ним добавилось еще тысяча талантливых и одаренных. Итоги работы за год обсудили сегодня работники прокуратуры Чуваши. От достигнутых результатов формируются и задачи на будущее. Борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений работы прокуратуры. В прошлом году выявлено 319 таких преступлений. Это на 20% больше, чем в 2017. А в ходе надзора за соблюдением федерального законодательства устранено более 45 тысяч нарушений. На 4 тысячи больше, чем за предыдущий год. Самая уязвимая сфера – социальная. Именно здесь чаще всего фиксируется ущемление прав граждан. Свыше 14 тысяч виновных лиц привлечены к административной дисциплинарной ответственности. Тоже гораздо больше, чем в 2017 году. И по 200 материалам, направленным для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке статьи 37 УПК РФ, возбуждено 167 дел уголовных. Эффективность прокурорских представлений и других документов прокурорского реагирования возросла до 92%. Предоставление жилья детям-сиротам и восстановление их прав тоже в приоритете. Только по искам прокурорских работников более 50 молодых людей получили благоустроенное жилье. Эта цифра кому-то покажется маленькой, но действительно это на наш взгляд большое достижение. Кроме того, по инициативе прокуратуры, по тем требованиям, которые не выдвигали органы государственной власти, в 2019 году бюджет Чуварской республики только на цели, связанном с приобретением дополнительного жилья лицам указанной категории, будет пополнен на сумму более 40 миллионов рублей. Благодаря прокуратуре удалось вернуть 185 миллионов рублей долгов по заработной плате работникам различных предприятий. В том числе погашена задолженность в организациях, которые скрывали их от официальной статистики. Таким образом удалось восстановить права 6300 людей. Своевременная и полная оплата труда остается под контролем прокуратуры Чувашии. Под пристальным вниманием правоохранителей в этом году дорогостоящие покупки и имущества, приобретенные чиновниками. Законность доходов должна тщательно проверяться прокурорами, подчеркнул Василий Пословский. В Чебоксарах продают алкоголь несовершеннолетним, без лицензии и чеков. Это выяснилось в ходе рейдов, проведенных сотрудниками МВД и столичной администрации в прошлом году. Какие нарушения показала очередная проверка, узнала наша съемочная группа. Производится сканирование сначала нижнего штрих-кода, потом верхнего. После этого программа показывает производителя марку водки емкости. В помощь проверяющим специальное приложение антиконтрафакт Аука. Считанные секунды понятно, легальная ли бутылка в руках. Реализация контрафактной продукции – одно из основных правонарушений, которые выявляют в ходе рейдов. В этом заведении с качеством алкоголя все в порядке. Необходима документация – тоже на месте. Армянский коньяк, но и подарочный. Трехлетний, не упустим. Эта проверка уже в другом кафе. Нарушения нашли, но в продаже выпечки. Булки есть, а документов нет. На этом сюрпризы не закончились. Понимаешь, что пельмени готовите? Условий для приготовления нет, разрешения тоже. Со всем этим теперь предстоит разбираться Роспотребнадзору. В следующем баре покупателю продали закрытую бутылку пива. По закону, продавец обязан открыть крышку на месте. Сейчас будет составлено протокол, взятое объяснение. Сейчас административный материал будет задаваться. Штраф от трех до пяти тысяч рублей продавцу или 30 тысяч собственнику заведения. Это уже решит суд. Такие ночные рейды проходят два раза в месяц. Сотрудники полиции проверяют заведение ежедневно. 14-го тоже два раза проверка была. То есть они могут в течение суток несколько раз проверить. Либо по вызову, либо по графику объезда. Из 63 пятиных заведений, которые работают в столице, большинство так или иначе проверили. Результаты уже есть. Я хочу отметить, что на 50-60 процентов кафе исправились. У них есть и охрана, у них санитарное состояние улучшилось, нормативные документы. Потом система ЕГЭС подключена во всех предприятиях общественных питаний, где можно отследить все наши алкогольные изделия, которые подставлены у них на прилавке. Но до 100 процентов далеко необходимо принимать комплексные меры. В планах разработка нормативно-правовых документов, которые позволят регулировать работу таких заведений. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Строительная фирма «Алза» переживает не лучшие времена. В арбитражном суде Чувашии рассматривается дело о банкротстве компании. А сегодня стало известно, что ее руководитель задержан правоохранительными органами. Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Алза» предъявлено обвинение в способничестве в растрате в особо крупном размере. Он был задержан следователем и с учетом того, что обвиняемый свою вину признал и согласился на сотрудничество со следствием, в отношении него избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а именно в виде домашнего ареста. Гололедица на дорогах продолжает собирать трагический урожай. ДТП происходит почти каждый день. Происшествие на 638-м километре трассы М7 унесло еще две жизни. Предварительно водитель Toyota Yaris не справился с управлением и вылетел навстречу. Там легковушка столкнулась с фурой. В результате ДТП погибли все, кто был в автомобиле. Водителю было 38 лет, а его пассажирке 42. Они были жителями Омска. Сотрудники ГИБДД призывают всех быть осторожнее на дороге. Только с 1 января этого года на дорогах Чувашии погибли 7 человек. Пострадали 80. В здании бывшего кинотеатра «Адал» в Новочебоксарске планируют создать объединенный культурный центр. Новочебоксарские депутаты безвозмездно передали здание в госсобственность республики. Ранее здесь хотели разместить экспериментальный театр драмы, но угрожане проголосовали иначе. В будущем центре планируют открыть кинотеатр, кафе и детский развлекательный центр. 26 января больницы приглашают на День открытых дверей. В Республиканском клиническом онкологическом диспансере можно будет проконсультироваться у врача-онколога-мамолога, а также обучиться самообследованию молочных желез на специальных муляжах. При себе нужно иметь паспорт, полис, запись через электронную регистратуру. В Республиканской психиатрической больнице в День открытых дверей пройдет тренинг, уроки счастья или как найти счастье в жизни. Психотерапевты и психологи расскажут, что входит в понятие счастья, научат, как стать счастливым человеком. С самого утра до 13-14 часов будут работать и большинство детских и взрослых поликлиник Чебоксара-Новочебоксарска. Студенты бросили вызов правительству на ледовой арене. Команда кабинета министров Чуваша и сборная высших учебных заведений скрестили клюшки в товарищеском матче. Подробности у Дмитрия Ковалева. Блако, Опер, Академия, Мамонты. Против Кабмина брошены лучшие силы четырех вузов региона. Популярность хоккея среди студентов республики набирает обороты. Все команды недавние дебютанты, но ребята уже грезят о ВХЛ. Несмотря на плотный учебный график, постоянные тренировки на льду. Пока играем, результаты потом будут. Коля, не стой! Коля, на центр! Играем. С детства на коньках стоял, поэтому... Нравится этот вид спорта. Игра. Подготовка к этой игре продолжалась не одну неделю. Несмотря на статус товарищеского, матч по накалу страстей не уступает финалу чемпионата мира. За студентов болеет большая группа поддержки. На трибунах и яблоку негде упасть. Счет в игре открывает команда правительства за две секунды до ухода на перерыв. За команду правительства играет и глава региона. Михаил Игнатьев отмечает, что сборной Кабмина достались непростые соперники. У студентов было немало шансов открыть счет. Сплоченные студенческие команды. Пятер, когда выходит, видно, кто как играет. Здесь практически собраны самые лучшие студенты, которые любят хоккей. Я рад и счастлив, что тоже мне дают возможность с ними поиграть. Понимаю, не поддаетесь. И они не поддаются, и вы не поддаетесь. Ну, у нас же товарищеский матч. Кто вышел на лед, они практически все себя победили, во-первых, да? Духовно, физически. А во-вторых, то, что эмоции получаем, вот это здорово. Ну, защитники отстают. Как и я сам. Честно говоря, не ожидал от них. На самом деле, мы играем просто недавно, и как бы у нас опыта немного по сравнению с остальными вузами. Ну, мы стараемся. Ответная шайба ворота Кабмина в начале второго периода. Отличилась великолепная пятерка кооперативного института. Но и команда правительства не уступает, забивая одну шайбу за другой. Спортивный азарт бьет через край. Ректоры вузов, болея за студентов, срывают голос, но все же обещают не наказывать за поражение. Да под бедом надо бороться. Хоккей такой вид за три секунды забрашивает. Поэтому мы верим студентов. За проигрыш ругать особо не будете. Особо не будем. Как это часто бывает, в товарищеских матчах победила дружба. После финальной сирены команды пообещали встречаться на льду чаще. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. 26 января – День здоровья и спорта. В этот день любой желающий может абсолютно бесплатно посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные и фитнес-залы, катки. Надо лишь заранее записаться на сайтах соответствующих спортивных учреждений. Кроме того, любители здорового образа жизни и болельщиков ждут в спортшколе номер два, где пройдут лыжные гонки на призы главы Чувашии. В субботу лыжная трасса на улице Престанционной станет местом сбора ветеранов и любителей лыжных гонок. Дистанция свободным стилем – 3000 метров для женщин и 5000 для мужчин. В воскресенье здесь же пройдут эстафетные гонки среди семейных команд. В программе соревнования – лыжные эстафеты, причем детям предстоит преодолеть дистанцию 400 метров, мамам – 800 и папам – 1500 метров. Торжественное открытие соревнований в субботу в 10.30, в воскресенье – в 12 часов. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин